Добрый день всем, кто слушает данный курс. Здесь мы решаем задачи, представленные на марафоне о Data Yoga по Tableau. Сегодня у нас те же данные и проекты, опубликованные на Kickstarter с 2009-2016 год, однако с добавлением новых столбцов. В этот раз мы будем обсуждать табличные и пользовательские вычисления, а также какие функции есть для агрегаций и как их применять. Поскольку датасайты немного отличаются, то подключимся к ним заново. Нажимаем кнопку Connect to Data, выбираем Text File. Вот у меня уже сразу приводят к необходимой папке и я подключаюсь. Тем не менее, почему-то он не совсем правильно подключился. Мы выбираем разделитель запятую, поскольку это CSV и меняем локаль, как вы помните, специально для даты на английскую. И причем Соединенного Королевства. Нажимаем Update Now. И давайте сразу уберем и поменяем все, что нам необходимо. ID мы сразу превращаем. Это будет после всего превратить в меру, в измерение открыт, точнее. Дедлайн – это дата. И мы превращаем в дату и время. Аналогично мы делаем с Launched. Дата и время. И опять-таки меняем состояние. Он из названия State считает, что это штат. На самом деле, это просто состояние проекта. Оно не имеет никакой гиграфической роли. Поэтому мы просто меняем на String. Мы заходим в гиграфическую роль и выбираем None. Поскольку нам это не нужно. Посмотрим, что еще добавилось. В целом, это все. Обновляем. И, как мы видим, все прекрасно работает. И все получилось. Первый вопрос звучит так. Когда, а точнее месяц и год, среди успешных проектов, начиная с 2012 года, в категории игры было максимальное количество спонсоров и максимальное среднее значение инвестиций в расчете на одного спонсора. Для того, чтобы решить эту проблему, нам нужно построить динамику помесячно, в зависимости от этих двух показателей. Если у нас есть количество спонсоров, которое равняется сумме показателей Backers, то нам нужно почитать сейчас среднюю сумму. Давайте добавим пользовательское вычисление. Нажимаем правой кнопкой мыши. Затем create a later field. Назовем его средняя сумма на спонсора. Ну, только я по-английски это сделала. Average Sum for Sponsor Sponsor Давайте мы так и сделаем. Это просто сумма привлеченных средств в долларах мы делим на количество спонсоров. Теперь добавляем эти два показателя. и строим динамику в зависимости от месяца. Также нам необходимы определенные фильтры по категории и по дате. то есть у нас год должен быть больше 12-го и давайте сначала добавим категорию. Нас интересуют только игры и дату. выбираем года. выбираем все, кроме 9-го, 10-го и 11-го. При желании можно прописать формулу. на самом деле. также мы можем добавить подписи минимальные и максимальные. и мы видим, что максимальное количество спонсоров составляло 411 165 человек и возможно компаний. При этом средняя сумма на спонсоров составляла чуть менее 50 долларов. Также хотелось бы сказать, что максимальное количество спонсоров было в январе 15-го года, а максимальная средняя сумма в июле 12-го. Следующий вопрос. Какова средняя положительность проекта в днях в категории музыка? Нам нужно посчитать разницу между Launched и Deadline. Это достигается путем создания пользовательского числения с использованием определенной функции. Давайте назовем его Number of Days Between Start and End и End Написим так DateDiv мы будем использовать это функция возвращает разницу между двумя датами. Причем в определенном ключе можно выбрать день, неделю, месяц, год и все подобное. Затем нажимаем начальную дату выбираем начальную дату и конечную дату и он посчитает разницу в днях. поэтому мы добавляем Number of Days в столбцы и делаем это все по каждой из категорий. Теперь можем отсортировать и найти необходимую нам категорию музыку и мы видим что среднее количество дней посчитано неверно из-за того что выбрана не та агрегация она называется средним. И мы видим что среднее количество дней для проекта между началом и концом составляет около 36. Следующий вопрос. средний процент сбора фондов в проектах со статусом Failed и Cancelled давайте посмотрим не только для этих статусов но и для каждого из них поскольку их всего пять. Давайте сначала введем новый показатель который называется средний процент сбора он будет рассчитываться Average Percent давайте вот так назовем кратко достаточно и пропишем это будет отношение собранных средств к запрашиванию также хотел бы показать сразу что поскольку это процент то мы можем сразу проставить чтобы при любом вычислении этот показатель являлся процентом и нам не приходилось бы каждый раз это менять мы нажимаем на эту меру выбираем нажимаем правую кнопку мыши выбираем Default Properties Number Format и выбираем % причем пока числа будут довольно большие мы не будем точки посмотреть теперь нас интересует состояние проекта и средний процент сбора для для каждой из состояния проекта как мы видим Cancelled и Failed у нас 3,2% то есть минимальное значение сбора средств осталось еще два вопроса четвертый были проекты с одним спонсором успешными сумма финансирования больше либо равно 10000 то есть в данном случае нам нужно ответить на вопрос и вообще просто найти такие проекты которые были успешными в которых был всего один спонсор и при этом он отдал больше 10000 на данный проект давайте попробуем давайте сразу посмотрим но не сначала мы отфильтруем все что необходимо и после этого посмотрим давайте по собранному собранному деньгам будем смотреть сначала и это должно быть атлист 10000 и аналогично мы пропишем для backers его количество должно изменяться от 1 до 1 того вообще конечно здесь можно дотичь это разными способами но давайте оставим так теперь мы можем посмотреть по идее и у нас есть несколько проектов только сейчас он неправильно выводит поскольку у нас находится в мерах а не в измерениях мы переносим в измерения добавляем строчки сразу будем вводить состояние проекта чтобы понимать что он из себя представляет и сумму собранных средств как мы видим всего таких проектов было 8 и только один из них оказался успешным последний вопрос количество успешных проектов зарегистрированных во время рождественской недели сша давайте нас тут в данном случае интересует количество проектов и давайте выведем его для каждого из состояний нам бы ошибся немножко текст вот теперь осталось отфильтровать давайте будем использовать страну сша и для того чтобы сортировать именно по рождественской неделе нам нужно будет прописать необходимый показатель добавляем create created field christmas week и мы просто пропишем что день такой месяц такой-то день такой-то месяц такой-то давайте пропишем что day launched больше либо равен 25 это прописано сначала для декабря а потом выберем один день января меньше меньше либо равно 31 вот это у нас месяц и при этом месяц опять-таки месяц у нас должен также являться это обязательно обязательно будет равен 12 мы прописали для декабря теперь теперь мы вставляем или и прописываем то же самое только для для января у нас там всего один день поэтому удалим вот это и месяц равен единицы так это было здесь скобку поставить и здесь она в общем-то мы просто выделим опять-таки все что нам необходимо так какая там небольшая ошибка вот так это сделаем как видно это у нас все теперь все верно и у нас показали трое фол нам нужен только трое как видимо количество успешных проектов составляет семьсот семьдесят семь всем спасибо за внимание что а это два шумя мы покупаем на что а мы Продолжение следует...